Здание на польском спуске 5 уже давно находится в аварийном состоянии. Практически всех людей отселили ранее. Жилой оставалась лишь одна квартира, а часть помещений во временном пользовании. Вчера во второй половине дня произошло раскрытие маяка по адресу польский спуск 5, что повлекло за собой угрозу обрушения данного фасадного флигеля, в котором проживает, в котором находятся четыре квартиры и проживает семья в количестве пяти человек. Было принято решение об отселении. Данным людям было предложено отселение на детскую базу отдыха «Мечто» для дальнейшего проживания во время заказа экспертизы и принятия решения по данному дому. В стене с десяток лет зияет огромная трещина, которая с каждым годом расширялась. Сейчас она толщиной с ладонь. Проживаем 26 лет, значит, это здесь все, это вот столько лет оно здесь рушит. Столько, естественно, постепенно все это было, по чуть-чуть. Ну, до последнего лет, наверное, 8-10 вот такая глобальная уже пошла разрушение, потому что, во-первых, ну, то, что дожди пошли такие активные и то, что здесь постоянно вибрация идет с польского спуска. То есть здесь все время мы в движении. Коммунальщики обнесли стену сигнальной лентой, поэтому доступ в эту часть здания закрыт. А ведь когда-то именно здесь снимали один из эпизодов известного сериала «Ликвидация». Вряд ли здесь еще что-то снимут. В мэрии рассматривают вариант со сносом дома, однако инвестора-застройщика пока нет. Поэтому вкладывать деньги в ремонт как дома, таки двора, вероятнее всего, нерационально, считают чиновники. Мы все делаем сами за свои деньги. То есть Жек здесь только повесил там пару трупов и типа кусочек крыши. Я уже год прошу у Жека, чтобы мне там мои крыши хоть пришли, когда посмотрели. Типа нету бюджета, нету всего остального. То есть все мы сделаем здесь сами. Напомню, за последние два месяца в Одессе произошло пять обрушений старых домов. В частности, одно из таких ЧП имело место 7 мая в соседнем доме на польском спуске 9. Очевидно, что дом на польской 5 близок к тому, чтобы пополнить печальную коллекцию обрушенных архитектурных объектов Одессы. На ремонт у города денег нет. У государства также. Что делать с нашим ветхим жилым фондом, никто не знает. Остается ждать. Чего ждать, также никто ответа не дает. Константин Кричан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Константин Кричан и Владимир Иванович.